Государственным пожарным спасательным отрядом принимается решение о проведении пенной атаки. Это не последствия ДТП на автобазе Одесского припортового завода, а совместные учения газоспасательной службы предприятия и областной ГСЧС. Вот так они продемонстрировали возможность оперативно справиться с пламенем в случае с возгоранием автомобилей. Также была проведена эвакуация водителя обеих авто. В случае необходимости предоставления экстренной медицинской помощи медслужба также на чеку. Прямо в полевых условиях был развернут целый лагерь. Сотрудницы показали, как необходимо действовать в случае получения тех или иных производственных травм. До участия в учениях были залучены специализированные подразделы, специализированные службы завода, которые показали высокие навыки, выправку, показали высокий уровень майстерности подчас и в разе выникновения небезопасных событий. Также спасатели отработали ликвидацию прорыва трубы и попадания в воздух аммиака, производством которого и занимается ОПЗ. Кроме того, отработали эвакуацию сотрудников завода. По легенде, в здании администрации пожар и сильное задымление. Спасатели вывели людей, параллельно в полную готовность была приведена пожарная техника. С пламенем справились оперативно, задачу выполнили. К слову, в случае невозможности экстренной эвакуации персонала, имеется иной способ спасти людей. На территории припортового завода находятся сразу три бункера. Они предназначены для укрытия персонала завода в случае чрезвычайной ситуации или аварии, связанной с выбросом аммиака. А также при возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с военными, боевыми действиями или террористическими актами. Именно в одном из бункеров спасатели провели лекцию по безопасности для сотрудников завода, а также подготовили видеофильм. Сотрудники промышленного гиганта заявляют, что к возможным вызовам готовы. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.